I've got news for you Осень уже в самом разгаре, а это значит, что ЮТВ начинает свой новый сезон. Всем привет, с вами Наташа Виноградова. Первокурсники медицинского факультета приняли участие уже в ежегодной минуте славы. В чем талантливые будущие медики, смотрите далее. Кто-то умеет петь, кто-то хорошо рисует, кто-то всегда побеждает на БГ, но что умеют студенты медицинского факультета, об этом мы сейчас узнаем. Ну, это отличный способ сплотить весь первый курс, и так как в рамках проекта адаптерства наша задача делать сплачки, сделать их дружными, мы решили вот так вот выйти из этого положения, устроив одну большую сплачку для всего факультета. Медицинский факультет, одним словом медицинский факультет. Мне вот достались сердце и толстая кишка, которые были вытащены из участников. От себя их вытащили. Сердце! Первое место. Свидетель и участников. Зачемалась только первая группа. Ребята все были такие миленькие и веселенькие. Очень жаль, что все подошло к концу, но зато одному поняли точно то, что у медицинского факультета очень много талантов. Не только приятно удивили, но еще и накормили нашу команду студента экономического факультета. Смотрим, как это было. Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Вот и мы с моим оператором решили проверить, смогут ли девушки с экономического факультета покорить наши сердца своими блюдами. Что это? Пирожные. Пирожные. Пирожные из чего? Из какао и сгущенки. А вот это вот что такое? Это печенье. Это печенье, да? То есть какао, сгущенка, печенье и будут пирожные. Пирожные. Вкусные? Вкусные. Они как-то называются или нет? Картошка. Как? Картошка. А, это обычная картошка за 12 рублей. Нет. То есть можно потом в конце я подойду и куплю себе, да, килограмм? Нет, это от души. Это не за 12 рублей. За 15, да? Нет, дороже. В этом году мы решили отойти от стандартного формата, выбирать лучшую группу. Мы решили, что все наши адаптеры, все наши первокурсники, они самые лучшие. И поэтому сейчас мы устраиваем конкурсы в формате таких больших сплачек. То есть когда ребята приходят, общаются, что-то вместе делают, и мы не выбираем лучших. Мы считаем, что они самые замечательные, а они у нас в принципе самые лучшие. Это Рафаэлла? Да. Можно попросить тебя сделать таких несколько килограммов, мы будем продавать в магазине и заниматься бизнесом. Хочешь? Давай. Все, давай, я тебе позвоню тогда. Друзья, эконом, вопреки своему названию, не сэкономил на продуктах и очень вкусно накормил нас. Правда вкусно? Очень вкусно. Друзья, приходите на эконом, кушайте вкусно, смотрите ЮТВ, будьте в курсе. На прошлой неделе в Петергу стартовалась серия игр «Что, где, когда». Подробности в нашем следующем сюжете. Минутка интересных фактов. У моей подруги есть брат, ему 5 лет, и он очень любит смотреть ЧГК. Аудитория 404 не продолгнутся, потому что студенты математического факультета тоже неравнодушны к этой игре. Сегодня я для первокурсников математического факультета организовываю классическую версию спортивного «Что, где, когда». Это когда вопросы, то есть команд играется много, также минута на обсуждение, но вопросы записываются на бумажки, которые ты собираешь. Я решил ввести такую небольшую фишечку. Можно заказать себе знатока три раза. Они прекрасно понимают, каким образом можно решать такие вопросы. И сделают все возможное, чтобы помочь команде, которая их заказала, решить правильно вопросы. Наша команда называлась «Меганагибратор 666». В принципе, я думаю, это и дало основу нашей победе. Как корабль и назовешь, так и поплывет. А вот есть какой-то секрет смекалистости, ума и быстросообразительности? Я думаю, секрет в том, что мы второй и третий курс, а игра была для перваков. Упс. Несмотря на то, что названия команд были вот так вот неаккуратно написаны, на немножко грязной доске, игра удалась. Была напряженная борьба и интересные вопросы. Приходите, играйте в что, где, когда. Это не только интеллектуально, но и теперь и спортивно. На сегодня это все. Смотрите ЮТВ и будьте в курсе. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok